Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем! Bonjour tout le monde! С вами французская деревня и я, Анжела. Сегодня мы продолжаем цикл видео о французской кухне. В интернете вы найдете очень-очень много рецептов французской кухни, ингредиенты блюда, как приготовить это блюдо. Но блюда, которые являются составной частью французской кухни, это не только ингредиенты и техника приготовления, это особые традиции, это эмоции, это ощущения. Я уверена, что каждому из вас известно это крылатое выражение. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты. А знаете, кто родил эту фразу? Конечно, француз Брият Саваран. Французскую кухню условно делят на три части. Региональная кухня, высокая кухня, буржуазная кухня. Давайте разберемся, что такое региональная, буржуазная и высокая французская кухня. Начнем с региональной. По-моему, это самая интересная, самая богатая традициями. И именно в региональную кухню уходят глубокие корни, как буржуазной кухни, так и высокой французской кухни. Франция разделена на регионы. В каждом из регионов, как в отдельной стране, имеется своя собственная кухня. Французы считают, что лучше всего сочетаются между собой те продукты, которые растут в одном и том же регионе. И знаете, какое слово они находят для того, чтобы показать, о да, вот эти ингредиенты хорошо сочетаются друг с другом. Они говорят, происходит брак между продуктами, брак между ингредиентами. И если этот брак удачен, то блюдо получится просто замечательным. Многим из вас удалось попробовать и насладиться некоторыми французскими региональными блюдами. Суп Буябес. Рецепт этого блюда появился в Марселе. Не обязательно ехать в Марселе для того, чтобы пробовать суп Буябес. Это блюдо вышло из южного региона Франции и распространилось по ресторанам всей страны. А знаете ли вы историю Буябеса? Рыбаки выходили в море, потом продавали свой улов. И вот самые некрасивые кучки, самая некрасивая рыба и всякие морские гады, которые оставались вечером после продажи товара. Вот это все перемешивалось в каком-то общем котле и варилась такая рыбная уха. Со временем этот рецепт французские повара приводили в шедевр. Вот так простой рыбацкий суп Буябес превратился в блюдо ресторанной кухни. А известна ли вам история косуле? Косуле – это региональное блюдо Лангедока. А со временем косуле – это блюдо бедных лангедокских крестьян, перекочевало во французские рестораны. А Прованс – ароматические травы Прованса. Кроме того, конечно, в каждом регионе Франции есть свое вино и свои сыры. Вы знаете, что во Франции более 400 сортов сыра. И о сырах мы с вами поговорим отдельно. А сегодня региональная, буржуазная и высокая кухня Франции. Региональная кухня – это основа французской кухни. Она питательна. Она полна ингредиентов. И, как я уже говорила, в каждом регионе использовали те ингредиенты, которые растут в этом регионе. А теперь давайте поговорим о высокой французской кухне. Когда вы находитесь в дорогом ресторане, в мишленовском или в просто дорогом хорошем ресторане, вам принесут тарелки с тем, что вы заказали, и вам не скажут «bon appétit». Вам скажут «bon degustation». Потому что высокая кухня – это не много и питательно, как в региональной кухне. Это мало и декоративно. Это не едят так, знаете, чтобы набить желудок. Это смотрят сначала долго на то, как это декорировано. А потом пробуют, дегустируют. Высокая кухня – это не только приготовление в кастрюле или на сковородке. Потом это вывалил в тарелку и поставил на стол. Высокая кухня работает сначала на сковородке или в кастрюле или в духовке. Потом работает на самой тарелке. В высокой кухне очень важны, конечно, вкусы, сочетания вкусов. Но также важен цвет и форма того, что мы видим в тарелке. Поэтому повара высокой кухни продолжают работать над блюдом, готовить блюдо и на тарелке. Положил на тарелку, что ты там приготовил, а потом начинаешь колдовать. Таким образом создается шедевр. Люди, у которых не было много денег для того, чтобы позволить себе очень хорошего повара, люди, у которых не было очень много денег для того, чтобы позволить себе супердорогие ингредиенты, они тоже хотели хорошо покушать. Они были не бедными, но и не настолько богатыми, чтобы держать мишленовских поваров. Что же делать? И таким образом родилась буржуазная кухня. Она называется буржуазной, потому что она была создана для буржуазного класса. Именно для людей, которых сейчас называют средним классом, которые не являются слишком богатыми, но уже и не совсем бедные. И они хотят вкусно поесть, и они могут себе это позволить. Конечно, если есть спрос, есть и предложение. Повара высокой кухни почувствовали этот момент и начали создавать рецепты для среднего класса. Буржуазную кухню можно еще назвать традиционной французской кухней. Звездные французские повара переработали и придумывали рецепты таким образом, чтобы соединить в блюде традиции региональной кухни и некоторые секреты высокой кухни. Стали появляться книги с рецептами так называемой буржуазной кухни. И изначально эта кухня создавалась для того, чтобы ее работали женщины. Если высокую кухню создавали мужчины, то они, повара высокой кухни, создали рецепты буржуазной кухни для женщин, которые имели возможность собирать ингредиенты и готовить вкусно. У них было это время готовить вкусно для семьи. А вы знаете, во Франции женщины получили свою независимость и даже право голосовать значительно-значительно позже, чем в некоторых других странах. Поэтому женщина-домохозяйка – это было нормальным обычным явлением во Франции. Женщина занималась домом. И для нее создавались эти рецепты. Что же такое традиционная или еще так называемая буржуазная французская кухня? Это блюда региональной кухни, которые перешагнули уже в другие регионы и по всей Франции и превратились просто в знаменитые блюда французской кухни. Если у вас еще есть вопросы по разделению французской кухни на региональную, буржуазную и высокую, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. А сейчас я хочу вам показать еще одну штучку. Как вы думаете, что это такое? Я вот тоже долго не могла понять. Я уверена, что многие из вас знают, но я не знала. Пока мне муж не принес вот такие свечки. Здесь ставятся свечки, а здесь должен циркулировать воздух. Свечки зажигаются. Крышечку ставим. Берем блюдо с чем-нибудь, например, с рыбкой. Это блюдо для рыбы. И на этот огонек ставим блюдо. Таким образом мы приносим теплую рыбу на стол. Сервируем каждому гостю. А оставшуюся рыбу, возможно, в соусе, мы оставляем вот на этой штучке. Называется эта конструкция шов-пля. То есть греть блюдо. Таким образом блюдо будет теплым. И если кто-то захочет получить добавочку, то эта добавочка тоже будет теплой. Спасибо вам огромное, что вы остаетесь со мной. Кто еще не со мной, подпишитесь на мой канал. Пишите комментарии, жмите на колокольчик. Ставьте лайки. Ну и шеры. А самое главное, будьте здоровыми и счастливыми. Берегите себя и берегите друг друга. До новых встреч. Ари-вуэр. Обьянтонезами. Ари-вуэр. Ари-вуэр.